Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня четверг, 19 марта, и мы с вами продолжаем читать Евангелие от Матфея. Шестую главу читаем с 22 по 26 стих. Но сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем те евангельские строки, послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, в светильнике для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь общается с учениками своими, с народом иудейским. Говорит им очень-очень важные вещи. Смысл этих вещей заключается в том, что жизнь, в которой живет человек, что вообще состояние человека, оно состояние ненормальное. Но состояние, как в этом говорят святые отцы, нижеестественное. Человек пал. И вот в этом своем падшем состоянии он потерял самое главное. Потерял четкий ориентир, куда направлять себя. Грих совершенно первыми людьми расколол человека. Внимание человеческого ума оторвалось от Бога. Ведь дьявол предложил человеку, что в раю? Предложил обожествление, ни больше, ни меньше. Но обожествление такое, как бы, автономное. Мол, можно и без Бога быть Богом. Можно и без Бога быть довольным, счастливым, всеведущим, всемогущим. Настолько, насколько это доступно тварному существу. То есть ничего не поменяется у вас, Адам и Ева. Все будет так же, но будет в какой-то степени лучше. Лучше, потому что вы сами будете. Как бы не надо что-то, как бы с кем-то советоваться, не надо кого-то зависеть. Ты сам, Бог, вот съешь что-то и то-то. И все. Внимание, ума, как об этом говорят, отцы святые, оторвалось от Бога, и человек направил его на себя самого. В самом себе Бога не нашел. И, слившись с рассудком, теперь ум человеческий ищет Бога. Ну, или так вот скажем, то, что может его сделать Богом вне себя. Знания, какую-то силу, наслаждение, удовольствие, радость. Ну, пример много можно привести. И действительно, любого человека спроси, что для тебя есть счастье. И начнется перечисление вещей понятных, но внешних. Для кого-то это может быть слава, для кого-то власть, для кого-то богатство, для кого-то дети, для кого-то работа. Ну, много чего. Все это вовне. Человек постоянно пытается, ну, наверное, чуть ли не 100% жизни своей, вне себя найти то, что бы сделало его вседовольным. Ну, или, можем сказать, сделало бы его Богом. Но не получается. Вся история, вся наша жизнь об этом свидетельствует. Господь и говорит людям, что надо поменяться. Надо поменяться, чтобы вам действительно обрести вновь вот это благо, благо Бога общения. Надо перенаправить внимание. Перестать себя ставить на первое место. Перестать обожествлять себя, тварное существо. Перестать себе приносить служение, вот это вот, как Богу. Перестать себе делать идолом. Перестать вне себя, искать то, что не вовне находится. Человек, ты устроен Богом так, что в тебе есть орган благообщения, дух твой. А дух, по мнению стих отцов, находится в человеческом сердце, духовное сердце. То есть, конечно, тут не надо путать сердечные мышцы. Хоть местами, они, в общем-то, в какой-то степени совпадают. Ну вот, то есть, тебе необходимо вернуть внимание туда, на Бога. К Нему направлено должно быть все твое. Ради Него ты должен все свои жизненные устремления делать. Ради Отца, Который втайне, втайне, внутри тебя есть. Царство Божие внутри вас есть. Ну вот, а сегодня мы, читая Евангелие, в первую очередь, читаем о уме. Ум, который должен принадлежать человеческому духу, должен пребывать в сердце. Ну, оно это непонятно нам, потому что мы привыкли к тому, что ум у нас где-то вот с головой связан, и вроде бы постоянно рассеивается, куда-то вовне, постоянно находится в каком-то поиске. Ну, вот, отцы, практики, да, святые, не понаслышке, знающие о Богообщении, восстановившие в себе образ Божий, говорят вот такие вещи, что ум должен принадлежать сердцу, потому что ум, он является той энергией, тем светом, который просвещает человеческий дух. А дух человеческий способен уже руководить всем существам человеческим. Вот сегодня их спаситель об этом и говорит. Светильник для тела есть око, как бы источник света для тела являются глаза, потому что и, в общем-то, да, при помощи глаз мы можем заботиться о теле своем. Но не о глазах идет речь, о физических, не о физических глазах, говорится о духовном зрении, о духовном оке, о уме человеческом, который, будучи светлым, просвещает человеческий дух, просвещает внутренний мир человека. И вот тогда человек способен, становится способным, уже заботится о себе полноценно, способен видеть себя таким, какой он есть. Вы знаете, святой преподобный Симеон Новобогослов говорит о христианской жизни как о духовной брани. Да, Никодим Святогорец говорит об этом. Ну, в общем-то, так и есть. Мы воюем за свою душу. Есть враги на этой войне, бесы, демоны, эти вот тоже духовные существа, которые пытаются сдержать свои власти. Но преподобный Симеон говорит о том, что на этой войне мы проигрываем. И почему проигрываем? Потому что находимся в темноте. И воюя в темноте, мы не видим врага своего. Мы постоянно получаем от него удары, но его не видим. Но от этого, соответственно, сопротивление, оно, по большому счету, довольно бесплодное. Это получается, чтобы начать воевать с врагом более-менее полноценно, чтобы был результат, чтобы была победа, необходимо освещение видеть его. Это освещение, оно, как говорят отцы практики, отцы аскеты, происходит из-за просветления у человеческого ума, из-за очищения человеческого ума. Да, если око твой будет худе, то все тело твое будет темно. И действительно, если ум твой омрачен, а чем человеческий ум омрачается? Чем он делается слабым? А вот это, вот этим постоянным разлитием внимания своего на вещи второстепенные, на вещи, для которых хватает рассудка. Но вот, тем не менее, ум, если связан с постоянным поиском земного блага, земного счастья, он через это утомляется и омрачается. Омрачается от взаимодействия с бесовскими прилогами, с бесовскими помыслами. Когда соглашается на вот эти вот ложные мысли, да, принимает их, соединяется с ними, дальше подключаются другие силы души, да, воля, чувства, и все, человек в бессе омрачается, согрешает. Все начинается с ума. И правильно, если ум твой темный, вся твоя жизнь, все твое тело, если не говорится о теле физическом, все существует в твоем человеке, оно будет омрачено, будет темным, потому что дух твой становится мрачным. И он уже не способен быть хозяином в человеке. То есть, если свет, то есть, ум, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Итог-то здесь какой? Необходимо очищать ум, необходимо возвращать его в себя. Для ума необходима правильная деятельность. Это то, что отца им называется умным деланием, внутренним деланием, что связано с умной сердечной молитвой. Вот сколько здесь вопросов у нас с вами может возникнуть. А что это такое? Как это? На них нужно искать ответы. Дальше Господь говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть и другого любить, или одному станет усердствовать и другому не родить. Снова с вами можем вспомнить, что Бог сотворил человека для того, чтобы человек был соединен с Богом. Так как отцы еще говорили, чтобы человек стал Богом, потому что это обожествление дает возможность человеку стать Богом с маленькой буквы. Но это происходит лишь тогда, когда есть вот это соединение. Оно без внимания ума, оно, соответственно, никак и не происходит. То есть Бог создал нас для самого себя. Не как какие-то игрушки, которые он играет, а чтобы мы соединились с ним в благе пребывали. То есть вложил в человека вот это естественное стремление к добру, стремление к Богу. Все силы на этот настроек, что все же виды радости. Но одновременно дал свободу, чтобы эта радость как бы была для тебя доступной, но еще и твоей. Чтобы в какой-то степени ты сам был участник вот этой радости. То есть не привязан безусловно, но в тебе есть все, чтобы ты мог эту цель достичь. Но вот сам, сам решишь, как бы поучаствуй в деле вот этой радости. Знаете, например, какой-нибудь семейный праздник, там родители желают ребенку подарить какой-то подарок. Но для этого надо ему, не знаю, под кровать заглянуть, чтобы эту коробку с подарком найти. Конечно же, здесь подарок от родителей, не источник этой радости для ребенка. Но его здесь усилия прилагают, чтобы еще больше порадоваться, даже в этом процессе. Точно так же и здесь. Бог все нам дает, чтобы мы с ним были и в счастье пребывали, в благе. Человек в грехопадении лишился этого всего. Себя решил Богом сделать. Так вот как-то, сам по себе. Ну и не может. В себе не нашел обожествление, давай искать, чтобы его сделало Богом из внешнего мира. Но, как мы уже с вами говорили, здесь может быть вариантов несколько, но довольно много. Вот, буду самым богатым, буду самым счастливым, буду самым сильным, то же самое. Так вот, жить надо в удовольствии, и давай там есть, пить и прочее, 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 лишь бы себя тешить, вроде бы это меня сделает вот таким вот вседовольным, всеблагим. Ничего не происходит. Что и это тебе не дает, потому что это все действительно, ну, все очень настолько недостаточно, настолько все быстро проходящее, быстро надоедающее. Никогда не может дух твой удовлетвориться чем-то внешним, а самое-то главное, ты и Бога лишаешься. Потому что или туда направлена энергия духа, ум, или туда. Тут нельзя эти вещи совмещать. Вот Господь говорит, что не можете служить Богу и мамонне. Ну, здесь мамонна, как богатство. Под богатство можно все, что угодно понимать, но нам надо особенно понять, что богатство внешнее, с Богом не связанное. То есть, всякие блага внешние. То есть, вот это оно, если ты на это все внимание свое проще, что ты с Богом быть не можешь. Дальше говорит, что вот хотите все исправить, вот вам рецепт. Не заботитесь для души вашей, что миссия, что пить, для тела вашего, что одеться. Ну, вот эта фраза, наверное, большинство нас постоянно вызывает вопрос. Ну, что же это такое? Это же тоже тогда получается. Как бы, как? Нет, есть телесные потребности, да, то есть, я не могу там голый ходить по улице. Человек, живущий в северных широтах, он просто замерзнет. Что такое какое-то безумие. Но нет, ведь слово «заботьтесь», оно на самом деле имеет очень важный смысл. Господь говорит, что не заботьтесь для своего тела в том плане, что не поклоняйтесь вот этому. Что не думайте, что ваша жизнь, она полностью зависит от еды, например. Ну, это же не так. Еда нужна нам, действительно. Но сколько нам еды нужно? Ну, все мы с вами можем даже предположить, ну, гораздо меньше, чем постоянно наша забота, что она правильная. Одежда. Ну, вот что, человеку нужно, например, 50 пар обуви, 30 штанов, там, 800 футболок. Ну, конечно же нет. Конечно же нет. Здесь постоянно вот есть преувеличение вот этого. И человек как бы вынужден что ли служить вот этой идее. Вот есть такая страсть, которая стоит самая первая в разряде, страсть и чревоугодие. Вот это неверное отношение к телу своему. Вот Господь говорит здесь именно об этом, как пример приводит. Что, то есть не угождайте телесным потребностям как никому Богу, не служите этому, не превращайте в жизнь свою в постоянную заботу о умножении, там, запасов еды, запасов одежды, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, подумайте, ну, душа ведь больше пищит, правда, и тело, и одежды. Больше в том плане, что душу и тело человеку Бог сотворил. Бог, Бог творец. А вы ставите вот это вот творение Божие в какой-то вот зависимости от вещей второстепенных. Да, нужно нам и есть, и пить, но нужно, еще раз скажем, гораздо меньше, чем наша многозаботливость нам предлагает. Дальше пример приводит, что вот птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают житницы, Отец ваш небесный питает их. Бог их сотворил и кормит. Человек сотворил, ну что, не может прокормить? Кто-то может сказать, ну что ж, если я не буду ничего делать, то что мне теперь, кусок хлеба с неба в рот упадет? Да может и упасть, если нужно будет, если действительно для тебя будет сто процентов твоих забот, направленных на Богообщение, то тогда Господь тебе чудесным образом будет ангелы тебе будут бутерброды переносить. На то, что ты свою свободу для себя вот так избираешь, что нет, Господи, вот сначала это, 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 а потом, может быть, и до тебя время останется. Но тогда и нет вот этой заботы Бога в нашей жизни. Даже не то, что заботы нет, нет, есть она, сколько нет вот этого что-ли чудесного. Ну что ж, ты от чуда отворачиваешься, зачем тебе тогда чудесное насыщение? Ну что ж, ладно, трудись, заботься, как тебе кажется, свою жизнь устраивай. Но ты же отлично понимаешь, у тебя вот малюсенькие сосуды в голове лопнут, и ты разговаривать разучишься. Или ноги откажут. То, что инсультом называется. Смог ты это как-то предотвратить сам? Ну, как жизнь показывает, особо нет. Общий смысл этих слов такой, что человек опять же Бога выбери, поставь на первое место, перестань что-то другое обожеслить, какие-то заботы там, телесные, эмоциональные. Это все вторично. От него, от Творца все зависит, а нет, твоей многозаботливости. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами успели прочесть. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 6, с 22 по 26 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребудет со всеми нами. Аминь.